Всем привет, меня зовут Саша, и в сегодняшнем видео мы с вами будем болтать обо всех моих пудрах. Я поделюсь с вами своими любимчиками, расскажу для чего какие нужны. Ну и перед этим не забывайте подписываться на мой телеграм, ссылка есть внизу. Давайте начнем с базы пудры в целом. Если разобрать в целом, бывает две категории пудр. Это прессованные пудры и также рассыпчатые пудры. Я фанатка большей части именно прессованных пудр. Я неоднократно пыталась пользоваться рассыпчатыми пудрами, у меня даже была моя любимка. Это Too Faced, я уже забыла как она называлась, я недавно просто от нее раскламилась. Все-таки не мой это формат пудр. Они для меня не то чтобы прям супер сушащие, но они очень неудобные. Они слишком сильно пылят, нужно все протирать вокруг, когда ими пользуешься. Плюс иногда у меня прям слишком кожа как будто бы кажется высушивающая, в общем не очень. Я фанатка таких форматов пудр. Я не люблю делать бейкинг, чаще всего, кстати, используют сухие пудры, чтобы слишком плотно закрепить ваш тон. Например, под глазами, чтобы у вас консилер не уехал, не уехал ли этого, используют бейкинг. То есть таким образом берут, например, спонж и вот в этот треугольник наносят больше пудры, чем необходимо. И через некоторое время, когда она буквальным образом запечется, то есть от английского слова бейк, убирают потом излишки и, собственно, намертво все у вас закрепляется, буквальным образом запекается. Это все-таки не мой формат. Я люблю обычные прессованные пудры. Это для меня просто, понятно, удобно и максимально универсально. Можно и в сумочку кинуть, можно и быстренько все закрепить. Они ничем не уступают по качеству каким-то рассыпчатым пудрам. Единственная пудра рассыпчатая, опять же, которая прям вот я обожала, это Too Faced, но она у меня уже протухла. В целом прессованные пудры у нас могут делиться на разные также категории, но чаще всего и понятнее всего это матовые пудры и более-менее светоотражающие сияющие пудры. Кажется, что матовые пудры это для жирной кожи, а сияющие пудры это у нас для сухой кожи. Но это не так. Вы можете как и на жирную кожу использовать сияющие светоотражающие пудры, так и на сухую вы можете использовать матовые пудры. Так вы можете на лице, например, комбинировать и матовые, и сияющие пудры. Для чего это необходимо? Чтобы, например, сияющие пудры подсветить ваши объемчики, скрыть, например, матовой пудрой тот блеск, который вы не хотите показывать. Например, припудрить вот эту Т-зону, чтобы она вас не выдавала, а, например, в какую-нибудь другую зону, которую вам необходимо подсветить, например, в зону подбородка или здесь, подсветить можно сияющие пудры. Опять же, если вы любите заморачиваться, я же не люблю заморачиваться, как вы уже поняли, я использую и сияющие, и матовые пудры в целом в соло. Я люблю и матовую кожу, но опять же, не такую супер фарфоровую, не какую-то, так скажем, как это объяснить, ну в общем, наглухо неживую. Также я люблю и сияющую кожу, но опять, не супер какой-то жирно-сияющий, не какую-то там, ну откровенно, как будто макияж у меня сейчас слезет, и такое ощущение, что у меня кожа, ну очень-очень жирная. Нет, я люблю такое здоровое сияние своей кожи. Ну что, я думаю, кто хотел, тот понял и принял, какие у нас с вами бывают пудры. Я так очень быстро устроила такой ликбез, чтобы если вы вдруг не понимали, какие пудры существуют, для чего, какие нужны, вам стало все ясно и понятно. Теперь переходим к пудрам, у меня здесь есть и люксовые, и бюджетные пудры, все, которые я вам покажу, они у меня очень любимые, потому что у меня остались сейчас только любимки. Вот я сейчас свою самую любимую пудру буду показывать, я ее просто готовлю, немножко протираю, она потому что, ну, всегда заляпана из-за своей упаковки. Если вы давно смотрите мой канал, вы знаете, что моя самая любимая пудра, это вот такая вот пудра от бренда Charlotte Tilbury, ее, конечно, нереально показать, потому что она, видите, очень блестящая. Это пудра под названием Airbrush Flow is Finish, у меня оттенок номер один Fair, и выглядит она уже вот так. Эта пудра имеет и немного покрытия, плюс она и скрывает какие-то порки, и идеально закрепляет макияж, и продлевает стойкость, и хорошо матирует, при этом живо матирует, то есть ваша кожа, она не становится какой-то кукольной, фарфоровой, она наоборот такая живая, но при этом не супер сияющая, она матовая, но здоровый финиш лица, он все-таки остается. Здесь также очень красивая упаковка, здесь 8 грамм, она, конечно, не супер экономично расходуется, но и не супер быстро. Дай бог памяти, сколько она у меня, она у меня, наверное, полтора года, и я думаю, до конца года я ее закончу, но в целом это достаточно неплохо для такой пудры, и плюс я ее достаточно часто использую. Сейчас, конечно, пореже, когда у меня появились еще некоторые любимчики, но, честно вам скажу, наверное, как она у меня появилась, это то ли август, то ли сентябрь прошлого года, и считай, наверное, до марта, когда у меня появилась Эвелайн. Ну вот я точно не помню, когда у меня там Эвелайн появилась, но вот когда она у меня появилась, все, я больше Эвелайн начала использовать, потому что и тут дырка такая приличная появилась, и мне думаю, блин, сейчас тяжело еще косметику Шарла Тилберри заказывать, и я ее так, знаете, убрала в запасы, в запасы, но тем не менее я ее обожаю, и думаю, если вы часто смотрите мой канал, вы знаете, что это моя самая любимая пудра. Еще пудра очень похожа на пудру от Шарла Тилберри, особенно, также и по упаковке, это тоже, я даже не знаю, какому сегменту Руж Бани Руж, это медиум сегмент, или это уже люкс сегмент, не знаю, скажите, как вы считаете. Это вот такая пудра, также от Руж Бани Руж, я даже не знаю, какое у нее здесь название, мне кажется, его в целом тут и нет, у меня оттенок 061, но в целом у Руж Бани Руж одна прессованная пудра, и она офигенная, она вот самая матирующая пудра, при этом опять же без фарфорового эффекта, все мои матирующие пудры без такого фарфорового эффекта, и она настолько долго держит жирный блеск, ну вот ни одна пудра из всех, которые у меня есть, настолько долго не держит жирный блеск, вот ну не держит, и это офигенно, я прям в восторге от этого свойства, плюс она очень хорошо все закрепляет, она не создает какой-то лишний слой макияжа, несмотря на то, что она плотная, она, наверное, из всех моих пудр самая пигментированная, что ли, то есть у нее прям есть оттенок, и на лице это дает дополнительный слой, но опять же не физически, а именно по цвету, потому что, ну опять же, смотря какой кистью вы будете наносить, я стараюсь такие вот пудры наносить чуть более, у меня есть пудра от The Skin Health, хотела сказать, что от Зоева, она из козы, и она прям не очень плотно набита, и из этого не так много продукта набирается, и поэтому у меня нету дополнительного именно такого физического слоя, пудра офигенная, плюс она не очень дорогая, и при этом кажется, что у вас прям люкс, ну вот я не знаю, напишите в комментариях, это считается люксом, или все-таки это медиум сегмент, так, далее мы переходим с вами, ну давайте, наверное, со всеми люксовыми пудрами уж разберемся, если вы хотите все-таки рассыпчатую пудру, то я рекомендую вам Too Faced, но я, опять же, не тот человек, который часто пользовался рассыпчатыми пудрами, и поэтому не могу вам сказать, какие вообще конкурентоспособные есть на самом деле пудры, вот я в именно рассыпчатые, вот в прессованных, я просто считаю себя очень-очень хорошим пользователем, потому что у меня их было очень много, и из-за своей жирной кожи я перепробовала кучу просто прессованных пудр, поэтому в этом деле вы мне уж точно можете доверять. И последняя люксовая пудра, которая у меня есть, это вот такая пудра от бренда Fenty Beauty, я не знаю, мне кажется, это пудра привидения, это в целом косметический продукт привидения на моем канале, потому что я показываю крайне редко этот продукт, вот крайне редко, но постоянно о нем говорю. Эта пудра у меня всегда лежит в сумочке, она ежедневно в моем использовании, я ей всегда поправляю макияж, она выглядит у меня вот так, очень жутко, и здесь есть спонжик, я ее обожаю. Из-за того, что она белая, она не имеет какого-то цвета, и она настолько мелкодисперсная, просто, то есть сколько бы вы ее не поправляли в день, она не создает доп-слой, и не создает, знаете, ну вот когда уже кожу, вот чуть ли вот не скрябывать можно, весь макияж, нет, она такого эффекта не создает, при этом идеально матирует, не подчеркивает какие-либо шелушения. Вот самая лучшая пудра для поправления макияжа, это, конечно, Fenty. Здесь есть магнитный, магнитный как-то слой, сюда вообще можно кисточку прикрепить, там, по-моему, она отдельно продается, но на самом деле мне такого не нужно, она у меня, я уже не помню сколько, она у меня, и она очень плотно спрессована. Вы можете сказать, Саша, почему, у тебя же тут уже дырка. Вы можете представить, сколько раз я ей пользуюсь? Я ей очень часто пользуюсь, раньше она у меня была, как и в обычном моем обиходе, так скажем, макияжном, но, кстати, может быть заменить ее? Она у меня в сумке, но год уж точно лежит, может быть ее как-нибудь заменить на другую? Ну нет, я ее обожаю, для сумочного экспоната она у меня прям самая лучшая. Переходим теперь к бюджетным пудрам. А, ну давайте вот я и скажу замену, если вы хотите что-то бюджетнее, вот такая вот пудра Театриот Эвлайн. Я от нее как-то расхламлялась, но поняла, что жить без нее не могу, и она вот один в один фэнти, она также и порки чуть-чуть подблюривает, и доп-слой не создает, но опять же, она не настолько мелкодисперсная, поэтому вот постоянно наслаивать весь день вы ее не сможете, но она также и шелушение не подчеркивает вообще, вот один в один, исключая вот саму вот эту текстуру, нельзя ее столько наслаивать, как, например, в Эвлайн. Максимум 2, наверное, 3 раза в день Эвлайн вы можете попользоваться, а в Эвлайн бесконечно раз. И завершает матовый наш марафон. Обалденная пудра, блин, я ее вам постоянно показывала в этом году, я ее просто обожаю, она у меня тоже уже скоро закончится, но у меня есть уже точно такая же пудра, ей замену, потому что я ее обожаю. Это вот такая пудра от бренда Эвлайн из линейки Варьете, называется Foundation in a Powder, но это не, вот как я уже сказала, самая пигментированная пудра, это у меня Rouge Bunny Rouge, у нее действительно виден вот этот вот цвет. Здесь тоже я не замечала, что есть какой-то суперцвет, и нет какого-то такого суперфизического слоя, при этом, ну вот чуть-чуть пигмента есть, но это не Foundation in a Powder, да, это все-таки чуть больше покрытия, но при этом кожа живая, здоровая, без лишнего сияния, заматированная, но при этом без фарфорового лица, и нету каких-то вот эффекта перепудренности, нету подчеркнутых шелушений. Минус, который меня бесит, это упаковка, которая не открывается до конца, и я боялась, что я ее сломаю, но видите, я ее так и не сломала, и это замечательно. Кстати, может быть, ее тоже положить в сумку, заменить Fenty попробовать, потому что здесь есть спонж, я никогда его не использовала, но для сумки, кстати, она вот идеальная. Может быть, попробовать, посмотреть, как она будет себя вести, именно если постоянно ее наслабить. Здесь есть зеркало, оно в целом неплохое, блин, я почесала нос, и у меня слез тон. Не очень, Гришки. Вот, посмотрела, проверила свой вид, нормально ли я выгляжу в кадре. Классная пудра, вот она денег стоит, как говорится, не самая вот прям бюджетная из всех, которые я вам сегодня показываю. Эвлайн, другая, Те-3, она дешевле, но опять же, не все любят белые пудры. Ну, кстати, вот у Те-3 есть еще и цветные там, у меня оттенок 001, кстати, я вам говорю вообще оттенки или нет, у Rouge Bonny Rouge у меня оттенок 061, а у Fenty Beauty там вот один Universal оттенок. Это же у меня оттенок 11 Light Beige, там, по-моему, 4 оттенка в линейке. Классная, вот реально классная пудра. Но если хотите подешевле и не менее классную, то тоже Эвлайн, но она вот, все-таки, говорю, у вас не получится бесконечно раз наслаивать. И сколько здесь грамм? 9 грамм. И там есть цветные пудры. А в Эвлайн Варите 8 грамм, кстати. Имейте в виду. Ну и последняя категория, это сияющие пудры, больше светоотражающие пудры даже. Я недавно полюбила только эту категорию. Раньше я думала, что это не для меня, что я и так сияю с этим жирным блеском. Ну куда мне ищу сияющую пудру? Думала я. Нет, это офигенно. Знаете, это как будто вы вот влюбились в самый первый раз. И ваша кожа сияет, и вы просто сияете, и все смотрят на вас, и думают, боже, ну вот что это такое за счастливый человек? А это всего лишь две бюджетные сияющие пудры. Наверное, начну познакомиться с которой я пудра. Это вот такая вот пудра от бренда Эвлайн, хотела я сказать, потому что у меня теперь все это Эвлайн в голове. Это пудра от Vivienne Sabo. Называется Lumiere Magnifique. Здесь из ужасного эта упаковка, потому что гляньте, ну просто кошмар. Но она, кстати, тоже денег стоит. Она дороже даже вот эта вот Эвлайн. Хотя я ее брала на скидках рублей за 500, но вот если обычно просто посмотреть без скидок, или даже с минимальными какими-то там 10% промокоды всякие, она там стоит рублей 800-900. И для вот такой упаковки... Нет. Мало, мало, хотела я сказать. Дорого, дорого. Денег дорого вы берете. Vivienne Sabo. Но за качество этого продукта, боже. Во-первых, это все. Ну, то есть, например, если я до этого могу еще и сияющий тон использовать, вот уж совсем показать, насколько я влюбленный человек, то она забирает этот лишний блеск, такой водянистый, который мне не нравится, но при этом ставит такой красивый, сияющий финиш здоровый. То есть, кожа прям вот максимально healthy look, вот максимально. При этом она как бы вот этот жирный блеск съедает, и ничего такого нет. Плюс не подчеркивает шелушение, и по стойкости тоже очень и очень хорошее. Здесь у меня оттенок 0,1. Сколько грамм? 6 грамм. Ну, кажется, что мало для пудры, но на самом деле она очень плотно спрессована. Вот максимально плотно спрессована. Я ее все лето просто юзала, ну вот просто максимум. И гляньте, ну вообще нет намека на дырочку. Хотя углубление здесь имеется, но оно чисто, ну не очень большое. Поэтому хватит ее, я думаю, надолго. И сейчас моя самая используемая пудра, это вот такая пудра от бренда Stellarie. Называется All Matte. И вам кажется, что нет. Это же все-таки матовая пудра. Нет. Это All Matte Healthy Look Natural Glow. То есть натуральное сияние. То есть действительно Healthy Look. Эта пудра, видите, она не такая... Вот если сравнить ее с Vivienne Sabo, то видно, какие они разные. То есть видите, Vivienne Sabo, она такая мраморная что ли. А Stellarie, она такая более... Ну она просто... Тон у нее простой одинаковый. Здесь видно, что она сияет. И здесь тоже видно, что пудра сияющая. При этом финиш у них плюс-минус одинаковый. Кожа здорово сияет. Она хорошо заматированная. Ну в смысле вот сиета, вот этот вот ненужный для меня блеск. Я какие-то слова сегодня новые придумала, вам так не кажется? И вот идеальная тоже пудра. И по стойкости она хорошая. Вот вообще очень мне нравится. У меня оттенок 100, Natural Fresh Beige. И это первое оттенок, там по-моему всего два оттенка, как и у Vivienne Sabo. Сделано в Италии. По-моему она без талика. Вот самую любимую из этих двух пудр я сейчас выбрать не могу. Серьезно. Вот они мне обе очень сильно нравятся. Поэтому выбирайте, опять же, по своему кошельку дешевле, естественно, Catrice. Я ее купила там за 200, 280 что ли рублей. Но я не помню, в золотом яблоке на скидках я ее взяла. Вот эту за 500. Поэтому выбирайте, опять же, по своему кошельку. А грамм у нас сколько у Catrice? 10 грамм. Считаю в два раза. Ну, я думаю, лидирует все-таки именно по выгодности. Catrice. По финишу они плюс-минус одинаковые. Ну, на этом все пудры. Выбирайте себе ту пудру, которая необходима. Я все-таки считаю, что пудра это важный экземпляр в вашей косметичке. Потому что и закрепляется макияж, и можно где-то жирный блеск убрать. И в целом, как зеркало, можно использовать. Ну, в общем, пудра, мне кажется, должна быть в косметичке. Чтобы, например, если вы используете также и какие-то сухие продукты после тонального крема, чтобы они у вас не залипали. Хотя бы наносить вот на эту часть, чтобы и румяшки ровно распределялись. А, кстати, лайфхак, который я вам хотела еще рассказать. Чтобы у вас тушевка теней была на высоте. Расскажу вам такой лайфхак. Берете сияющую пудру. Можете даже мелкодисперсный хайлайтер, но без ровного. Вот как у Шарлотт Дилбери из палетки Filmstar Bronze and Glow. Но, в частности, если у вас есть сияющая пудра, берете вот эту сияющую пудру, берете свою кисточку, не самую маленькую растушевочную, но и не самую большую, то есть такую среднюю. И после того, как вы, собственно, выровняли века или что-то такое сделали, берете пудру, еще когда не наносили растушевочные какие-то тени, и вот на вот эту часть, зону под бровью, и в целом, где вы обычно тушуете тени, наносите пудру. Такую вот сияющую. И тогда ваша тушевка будет куда лучше, ровнее. И в целом, меньше вы будете париться с тенями, особенно если у вас они какие-то залипательные. Так что берите лайфхак на заметку. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Пока!